Всем привет, рад вас видеть. Как бы сказала Юля, я работаю в IT уже 5 лет. Все эти 5 лет я пришел в различного рода веб-приложения, на адаптент-фреймворке. Все эти 5 лет я провел в DataArt, и мне так посчастливилось поучаствовать в большом количестве проекта за это время. Но большинство из них были и в халфкере, и в финансовой индустрии. Это были разные проекты, где-то были монолитные приложения, где-то были инфосервисы. И я хочу сегодня вам рассказать про монолиты и микросервисы, как-то сравнить их, рассказать про преимущества и недостатки, и может ли одно стать другим на юзип-агенду. Сначала мы поговорим вообще про мою мотивацию создания этого доклада, зачем вообще оно нужно, и что меня сподвигло на это. Потом мы рассмотрим монолиты в прац, и я расскажу про преимущества и недостатки, проблемы и так далее. Потом мы рассмотрим микросервисы. Потом мы рассмотрим мотивацию вообще переделывания на примере конкретного проекта. У меня был проект, где был большой монолит, и мы его переделали в микросервисы. Рассмотрим разнообразные проблемы, которые я называю смертные грехи. Их четыре у меня. Вот в конце сделаем выводы и попытаемся подумать, что можно было сделать лучше, что получилось и так далее. Можно начать. По поводу монолитов и микросервисов. Вообще изначально про микросервис я услышал в 2014-м, с какого-то доклада на ютубе. И первый раз, как я смотрел это, у меня это вызвало большой скептицизм. В моем представлении было много маленьких приложений, которые коммуницируют друг другом по сети, и коммуникация по сети она всегда медленная, она всегда не такая надежная, как внутри процесса. Соответственно, мне казалось, что этот подход не взлетит, и у него будет очень много проблем. Но прошло шесть лет, и микросервисы стали большим трендом. Их много не показывают. Все эти проблемы с коммуникацией были давно решены. Но, как я уже сказал, микросервисы стали трендом довольно давно, где-то пять назад. И это странно, что я сейчас говорю в 2016-м году про них, но я решил для интерпрайза, а мой интерпрайз все доходит дольше, чем в обычный мир. То есть с примерно задержкой 4-5 года. Потому что заказчики не готовы инвестировать в новые трендовые технологии и ждут, когда это, собственно, будет проверено в продакшенах. Собственно, давайте поговорим про моноритные приложения и их отличительные признаки. Вообще монорит – это часто одно большое приложение с одним большим API, либо с какими-то HTML-ными страницами. Чаще всего это просто какой-то VDI. Это одно большое приложение живет на D-большой машине. Если мы говорим про .NET, то есть на AIS и у нас на Founder. Она имеет одну большую базу, в которой коммуницирует база такой же монолит, только уже на уровне базы. И все хорошо. И у такого подхода есть свои преимущества. Первое преимущество – это то, что у нас все коммуникации происходят внутри процесса, а это всегда быстрее и всегда набежнее, чем просить ее. И то, что у нас монорит. У нас монориты на уровне доступа программы. У нас база данных тоже моноритная. Соответственно, у нас поддерживаются такие вещи, как есть транзакции. Это все поддерживается прямо из коробки. Все легко и быстро. Вот. Ну, есть и недостатки. Собственно, из-за этих недостатков индустрия как-то переходит больше человек с определенными системами и микросервисным архитектором. А именно то, что кодовая база у нас одна, она очень большая. Соответственно, она живет в каком-то одном репозитории где-то. И чтобы ввести новый человек в проект, ему нужно выучить очень много, чтобы начать понимать хотя бы какую-то часть системы, потому что все сильно связано, кода очень много, и это довольно сложно. Еще мы не можем скелить нашу апрекуху горизонтально. То есть мы можем, но мы можем скелить ее только полностью. А вообще, как показывает статистика, то 90% времени пользователи пользуются 10% системы. И хорошо бы скелить только вот это. Но с монолитами мы так не можем. Еще у нас долгий процесс билдов и дата, потому что, как бы, если мы говорим про дата, это часто один большой срочный, там, каких-то 100-100. И это все ты ставишь на билд, и ухочешь пить кофе, в лучшем случае как-то прихваешь, и это все вот как мне ставится. Соответственно, это долго, и время затратно. И когда у нас есть какие-то проблемы, есть условные какие-то memory-лики, какие-то connection-лики, какие-то дыры в системе безопасности приложения, так как процесс один страдает все. Умирает все, у нас нет частичных отказов. Система либо работает, либо она умирает полностью. Соответственно, вот в этом недостатки. По поводу микросервисов, я не стал писать два таких же слайда, потому что они, по сути, регрессивны. Недостатком монолитов. То есть у нас есть хорошая спина билдов, потому что у нас теперь не один большой процессор, много маленьких процессов, и можно как-то сперить либо по системе приложения горизонтально, независимо от других частей. Это у нас теперь не один большой проект, у нас может быть много разных маленьких проектов, которые живут в разных реквизитациях, и, соответственно, это обращает порог входа, потому что новым членам команды можно просто дать какой-то микросервис, и они будут его изучать в отрыве от другой системы, что обращает порог входа. И, как бы, теперь у каждого микросервиса появляется свой data storage, собственная база, соответственно, у нас есть монолитные базы, и это тоже облегчает вход в проект, это облегчает scalability, то есть мы можем скелить только какую-то одну базу, и вместо одной большой мы можем скелить одну маленькую или конкретно микросервис. Ну и недостатки, собственно, они опять же не версивны, так как теперь у нас коммуникации по сети, это чаще длиннее, это чаще менее-менее быстро по перформансу, и так как теперь у нас много разных хранилищ данных, проблема с транзакционными какими-то апдейтами, потому что теперь у нас много баз, и нужно как-то это ханить. Вот. Давайте перейдем к просматриваемому проекту. Это проект, над которым я посчастливилось поработать. Изначально это был довольно большой монолит, с одним гигабайтом source-кода, который deploy'л с NAE с потом касками и решил deploy'ть это вейжу, и также с огромной базой на 500 публиц и весь байт размер. Соответственно, все было хорошо, но пришел заказчик и решил дать нам задачу переделать операционные микросервисы, и как бы это была проблема. Была проблема. Давайте, в общем-то, придем к смертным грехам. Как у нас была задача, мы как-то ее выполнили, и в итоге мы столкнулись с какими-то проблемами, которые назывались смертными грехами тут. И как-то их решали, решали хорошо или плохо, у каждого решения были свои недостатки и достоинства. Я их рассмотрю дальше подробно, а сейчас вкратце. Сначала мы поговорим про зависимости в коде, и как от них избавляться, когда мы разделяем систему на микросервисы, и можно ли вообще от них избавиться. Потом мы поговорим про коммуникацию внутри системы, так как у нас сначала коммуникация была внутри процесса, а теперь она должна быть как-то вроде по сети, что с этим делать. Потом мы поговорим про адронную модельную базу, и тоже как справляться с ней, как ее разделять, можно ли ее разделить и так далее. И потом мы поговорим про клиентов, как теперь у нас тоже все меняется со стороны коммуникации с клиентом. Вот. И давайте я немножко еще поговорю про мотивацию, вообще как это все произошло. В один прекрасный день заказчик пришел и говорит, у нас система хороша. Она хороша, но мы должны сделать ее лучше. То есть у нас была вот такая модельная системка, вот такая модельная системка, она работала, все было хорошо, она удовлетворяла потребностям заказчика. Но заказчик пришел и говорит, мы хотим, мы хотим лучше, мы хотим микросервисы. на наш вопрос, а почему? Он отвечал типа стандартным преимуществом, что вот у нас может появиться больше пользователей, хотя, ну, сейчас система удовлетворяла полностью нагрузку по пользователям, и мы, возможно, хотим стелиться, возможно, у нас будут новые фичи, мы хотим побыстрее вводить людей в проект, и поэтому нам нужны микросервисы. Ну, так как мы работали с этим заказчиком, мы все понимали, что, скорее всего, он просто, условно, пошел в пятницу пить в комплект или в парке Pima, и один конкрет сказал типа, у нас в микросервисе у нас все хорошо, у нас классная работа, у нас все классно стелится, система идеальная, и это вот пошло такой красной пяткой, фигером заказчику, который захотел и себе в микросервисы, потому что, как бы, это трендово, это модно, сейчас у всех микросервисов, у меня монолит, почему так? Надо это менять. Соответственно, мы начали переделывать и столкнулись с первым проблемой и терять смертным грехом. В зависимости входа. Вообще, ну, как мы устраиваем наши проекты? Мы как-то стараемся это струклировать, в терминах д-дет у нас есть старушек, мы как-то стараемся разбивать это на разные практики, которые являются в класс лаберии, эти практики могут референсить друг друга, если им нужно использовать какой-то код в других библиотеях, и это стало реально проблемой. Давайте сначала рассмотрим стандартную интерферсальную архитектуру. У нас тут все довольно просто. Тут никакие там, никакие, никакие не хекциональные архитектуры, это стандартная интерферсальная архитектура, которая раньше была популярна, которая сейчас в продажной даже нет. Вот. У нас есть... Давайте... У нас есть слой wire, который референсит слой бизнес-логики, который референсит слой доступа данных. Все довольно просто. Три слоя. Все, что надо, живет в своем слое. И зависимость тут довольно просты. Если бы мы решили переделать вот эту вот систему по микросервису, хотя и не нужно вообще, скорее всего, мы бы пошли в слой бизнес-логики, мы начали как-то там выделять какие-то ограниченные контексты, и про это я поговорю попозже. И, как бы, каждый ограниченный контекст, наверное, мы бы переносили с вами в микросервис. И все просто. Но в реальном проекте ситуация часто сложнее. Она, например, такая. У нас есть куча разных клиентов, которые сами являются какими-то дрельками. У нас есть какие-то огромные шеф-фреймворки, которые написаны специально для проекта, которые являются просто обвязками над стандартными хреймворками. Чисто для удобства. У нас есть какие-то утилиты, у нас есть какие-то шеф-либы, которые вообще не связаны друг с другом, но просто потому, что он шеф, мы ложим его в шеф-лип. ДТО и так далее. И это реально проблема, потому что вот я тут провел связи только от зашаренных клиентов, но еще и клиенты могут реагировать друг к другу. И это просто превращается в код Dependency Cloud. Как я сказал вообще в микросервисах, или не сказал, ну сейчас скажу, в микросервисах в идеале у нас должна быть полная автономность и узкак. Соответственно, микросервисы никак не должны шарить код друг к другу, потому что это проблема, это капли сервисы на уровне кода, это ведет к распространению штабагов в таких шеф-фреймворках на все клиенты. Это очень хорошо. Вот. Что бы нам могло помочь? Вот, если бы у нас была монолитная система, построена с использованием DDD. DDD — это просто построение архитектуры системы на основании доменной модели совместно с доменными экспертами, то есть людьми, которые занимаются этим бизнесом, для которого вы пишете приложения. Собственно, есть такой классный спикер, Джимми Бокер, и он классный спикер, и классный автор, классный липы, автомайпер, и он говорит, что в DDD самое главное — это любит этот скандидж и организующий контекст, полный контекст. И я, как бы, согласен тут с ним, все остальное — это уже какие-то детальные имплементации, которые, наверное, не так важны. И, соответственно, немножко про DDD, про Ebit2Standage планы контекст. Вот. Что такое Ebit2Standage? Это правила, правила именования, какие-то конвенции, какие-то термины, которые вы разрабатываете совместно с доменными экспертами и используете ее для построения ваших требований. Ebit2Standage это тоже, опять же, это маленькая подсистемка приложений, она независима от других подсистем. И, как бы, Ebit2Standage имеет свой Ebit2Standage и, собственно, в чем тут профит? В том, что она независима и это хорошая стартовая точка для выделения микросервиса. То есть, изначально у нас может быть один микросервис под один Ebit2Standage. Это, опять же, хорошая стартовая точка и факт, что в будущем все будет так, в будущем у вас, может быть, несколько микросервисов на один bolded context, но чтобы стартнуть, это хорошо, что все эти bolded context независимы друг от друга на уровне кода. То есть, условно, если у вас есть какая-то класс user в двух разных bolded context контекстах, и даже если у этого класса одинаковые поля, мы не можем переиспользовать этот класс в двух bolded context одновременно, потому что это все-таки разные сущности в разных bolded context. Соответственно, если бы у нас была система написана с использованием Ebit2, все было просто, мы просто берем каждый bolded context и выделяем его в свой микросервис. Но, к сожалению, у нас система не была так написана. у нас было вот это. Соответственно, было два выхода. Первый выход — это взять этот одинненький байт-кода, самим повытерять в нем какие-то какие-то руты, их как-то сосунуть в какой-то контексты, избавиться от зашаренных фреймворков лип, DTO-шокс и так далее, что, ну, практически невозможно, либо очень время затратно, либо просто следовать подходу и так сойдет. То есть, у нас, как бы, есть уже существующая кодовая база, а давайте мы просто будем ее переиспользовать во всех микросервисах. Давайте мы оставим shared framework и все такое и просто будем, как бы, переиспользовать. Окей. Окей. Мы так и сделали. И у этого были следующие преимущества и недостатки. Тут не видно. Зеленый текст. Ну, в общем, я сам продублирую. В общем, преимущество это в том, что кодовая база осталась та же, соответственно, мы вообще не тратили время на переделку вот этого всего, на избавление от этих зашаренных либ и так далее. И второе преимущество это то, что у нас отсутствовало дублирование кода в системе. Так, зашаренные либы остались, соответственно, весь код шарился. Это в какой-то степени хорошо, но не в микросервисной архитектуре. Вот. Но недостатки, они очевидны, что теперь все сервисы каплятся друг другом на уровне кода. Это не очень хорошо. это ведет к зависимости, это ведет к предеплойменту часто всех сервисов при изменении этого кода. Это ведет к какому-то транзитивному распространению багов и ошибок с этих зашаренных либ на все микросервисы. Что как бы проблема. Ну окей, мы вроде как решили эту проблему, не потратив вообще никакого времени. Соответственно, у нас произошла другая проблема. Вот. Она коммуникации в системе. Что у нас происходит в монолите? В монолите все просто. У нас есть один процесс, и коммуникации всегда происходят внутри этого процесса. Они синхронны очень часто. То есть, мы вызываем какой-то метод внутри процесса, мы ждем, пока этот метод отработает, мы заблокированы до того, как он вернул какое-то значение, и когда он вращает, мы можем продолжить. В микросервисах все сложнее, потому что процесса теперь одного нету. Есть много процессов, и нужно как-то с ними коммуницировать. Вообще, правильный подход это как можно меньше использовать синхронных протоколов типа HTTP в коммуникации между микросервисами, потому что HTTP, опять же, это синхронный протокол, он дико каплит твои сервисы, он приводит к появлению таких, так называемых, HTTP, цепочек HTTP вызовов, про которые еще побольше поговорю, и это реально проблема с точки зрения перформанса. Хороший подход, стандартный, наверное, это когда у микросервиса есть своя база, и он входит только в свою базу. Если ему нужно, например, какие-то данные другого микросервиса, хороший подход это создавать так называемые проекции данных, то есть это какие-то нужные нам данные, которые находятся в другом микросервисе, но мы создаем табличку у себя в базе и ходим в свою базу за ними. тут происходит такая проблема, что в какой-то момент целевой микросервис, который хозяин этих данных, может их проопдейтить, и у нас, как бы, получается некоторая неконсистентность. Но для распределенных систем это окей, потому что они исследуют CAP-теорема, а CAP-теорема говорит, что у нас система не может быть в одно время консистентно доступна и разделяема по сети без отказов, соответственно, в микросервис мы выбираем доступность и разделяемость по сети, жертвуя strong consistency. Вместо этого мы имплементим eventual consistency, что говорит, что хоть в какой-то момент наша система будет неконсистентна, в будущем, это будущее может и не наступить, но теоретически в будущем когда-то все станет хорошо. Как это делается в микросервисах? Есть такой специальный софт называется Message Broker, который может дериверить асинхронно все ваши сообщения, команды, интеграционные ивенты и так далее. И вот с таким подходом мы просто хендлим интеграционные ивенты от целевого микросервиса, например, что у нас за апдейтился юзер, мы апдейтим все проекции и как бы все хорошо, мы пришли к ассистентности. Вот. Но в чем проблема? В том же, у нас система старая, у нас система заточенная синхронной коммуникации внутри процесса, соответственно, у нас есть два выхода. Первый выход это опять все переделать и просто как-то вот заточить нашу систему под асинхронные коммуникации. И второй выход это просто забить и просто заменить все синхронные коммуникации внутри процесса на такие же синхронные коммуникации по HTTP. Соответственно, где у нас был вызов метода внутри процесса, сейчас у нас просто тоже вызов метода, но это прокси, который входит просто в какой-то другой микросервис. Собственно, окей, мы так и сделали. И у этого было следующее преимущество. А, сори, я еще забыл говорить. Да, про недостатки. У меня был недостаток, что, во-первых, у нас сервисы стали дико каплиться, потому что каждый сервис знает, как добраться к другому сервису, какой у него endpoint и так далее. И это стало приводить к цепочкам HTTP вызовов в нашей системе. Когда мы используем много вызовов синхронных протоколов, у нас есть первый вызов, который вызывает первый сервис, который вызывает второй сервис, который вызывает третий сервис, который вызывает четвертый. Во время этого всего они все заблопированы, потому что HTTP это синхронный протокол, и мы не можем продолжать без получения респонсора. Но еще в чем проблема, в том, что любой фейл любого сервиса в этой цепочке приводит к фейлу всей цепи. Что очень нехорошо в течение перформанса и ресурсов. И, собственно, ну мы решили, что мы можем с этим жить, мы решили, что итоговое источное время оно не стоит того, чтобы переделать всю систему на синхронные коммуникации. Поэтому мы решили, ну так сойдет, как бы окей, работаем. И у этого были следующие преимущества недостатки. Преимущества появились, потому что мы все-таки смогли разделить именно наше Web API приложение на множество маленьких, относительно маленьких VCR сервисов. вот. Но преимущество это то, что теперь у нас появилась возможность частичного скелинга, потому что теперь много сервисов, каждый сервис может жить на своей тачке, мы можем как-то иметь много инстанций одного сервиса, как-то это все load-balancing, и все вроде хорошо. Еще у нас появились частичные отказы, то есть теперь у нас не один процесс, а процессов много. если где-то у нас есть memory leak, то он как бы локален для этого процесса, и система в теории может продолжить работать хорошо, ну просто работать, хоть как-то отвечать на реквесты юзера, то есть у нас нету полных падений. Но были недостатки, теперь у нас монолит внутри процесса превратился в такой же монолит внутри сети, это все очень сильно связано друг с другом, и это все очень медленно, это все приводит к появлению цепочек вызовов, что очень хорошо влияет на перформанс. Окей, ну мы решили, что мы сможем с этим жить, и у нас следующая проблема, это база. База большая, относительно 500 таблиц, 200 гигабайт размером, и как бы база у нас по сути представляет такой же монолит, только уже на уровне базы. Такой же монолит и с теми же проблемами. Вот, и нам нужно как-то было это решить, потому что опять же в микросервисах по-хорошему у нас должен быть один data storage на один микросервис. Это не обязательно должен быть SQL сервер, это может быть какая-то Mongo, Redis, Lasticsearch, что угодно вообще. Но большой антипаттерн это использовать одну базу для всех микросервисов. Собственно, у нас было два выхода. Ну, возможно было больше, но мы для себя выделили два выхода. Первый это отыскать, взять нашу большую старую базу, отыскать там таблицу верхнего уровня какую-то, понять какому-то, к какому ограниченному контексту какого сервиса она относится, взять ее и все зависимые child таблицы и перенести. И повторить так 500 раз, это самый худший кейс, когда у нас нет child таблиц вообще, и все таблицы рутовые. Вот. Но окей, мы могли так сделать, но у нас все равно появляются проблемы. Опять же, так как мы не внедрили message broker, что если сервису нужны как бы данные другого сервиса. В нашей имплементации это просто поход по http постоянно. Вот. И что если, второй вопрос, что если нам нужны транзакционные апдейты. Соответственно, в базу другого сервиса мы ходить не можем, приходится проходить по http, соответственно дистрибьютер транзакции мы сделать не можем, и это вообще плохо, нам нужно применить какие-то саги, это дополнительная временная нагрузка и как бы сложность. Поэтому мы решили, ну так сойдет, у нас есть одна большая база, а давайте мы просто возьмем и будем ее использовать для всех микросервисов. Соответственно окей, окей, у этого тоже были свои преимущества и недостатки. Преимущество это то, что мы вообще не потратили время, мы просто взяли старую базу и ее переиспользовали. И еще вот это не преимущество, но в контексте нашей системы я вынесу это преимущество, то что у нас появилась дополнительная шина коммуникации между всеми микросервисами. Соответственно теперь не всегда нужно ходить по HTTP в другой микросервис, а вы просто можете читать с общей базы, писать в общую базу и так далее. Что очень большой антипаттерн, но для нашего проекта это дополнительный бенефит. Вот. Ну проблем оказалось очень много. Первое это то, что теперь у нас огромный bottleneck в виде общей базы. Если падает база, отказывается от приложения, потому что data storage недоступен нигде. А у нас появился большой каплинг через общую базу, потому что все сервисы в нее ходят, и это их каплят. У нас появилась проблема с перформансом. Сначала у нас просто система страдала, потому что много сервисов делают апдейт на одни и те же таблицы, делают много локов, это медленно и как бы не очень хорошо. Вот. А потом у нас посыпались дедлоки, и мы это долго решали, это было проблемно, но тут проблема в том, что у нас общая база и слишком много апдейт операций на ней. Ну и опять же, мы не можем скелить эту базу, мы можем скелить ее точно так же, как с монолитным веб-приложением, мы скелим либо все, либо не скелим ничего. А учитывая, что там 200 гигабайт, ну 200 гигабайт скелить довольно сложно, как я думаю. Соответственно, окей, окей, мы решили просто ставить старую базу и как бы будь как будет. Вот. Ну еще есть коммуникация с клиентом. Вообще, в монолитах все довольно просто в коммуникации с клиентом. У нас есть одно приложение, у него есть один API, мы один API дергаем. Все хорошо. В случае с микросервисами у нас есть много разных приложений и много API, и нужно понимать, как вообще с ними взаимодействовать. То есть, если у нас есть какой-то реквест от клиента, как это, каким сервисом нужно сходить, как там, как агрегировать реквесты, как идут респонсы, в каком формате, и все такое. И как бы тут тоже у нас было два варианта условно. Первый — это использовать специальный софт, который абстрагирует нас от внутренней имплементации системы, такой как API Gateway, который, по сути, стимулирует монолит для клиента и умеет агрегировать наши реквесты, ходить правильным сервисом, агрегировать респонсы, как-то это все форматировать под наши нужды. Вот. Мы могли еще использовать сервис Discovery, чтобы, типа, не завязываться на конкретный endpoint. Вот. Но это время, это время. Вообще, хочу сказать, что объективных причин у нас не было не использовать тот же API Gateway, но просто заказчик сказал, что у нас уже есть API у микросервисов, зачем нам дополнительная прокса? Зачем нам внедрять дополнительный тул в систему? Давайте это мы оставим все как есть и просто будем переиспользовать существующие API микросервисы. Окей? Окей. Мы оставили. И, соответственно, опять преимущества недостатки. Преимущество — это опять время. Оно у нас всегда в преимуществах. Мы, как бы, выбирали наименьший путь сопротивления. Путь наименьшего сопротивления. То, что, как бы, да, нам не нужно было нам не нужно было внедрять дополнительный тул и это все переделывать. Мы просто взяли и на клиенте за референс или условно все 20 или сколько там их было микросервисов. Вот. И, как бы, второе — это тоже не преимущество, но с точки зрения нашей системы это именно то, что хотел заказчик. Мы смогли переиспользовать API-системы и для внутренних, и для внешних коммуникаций. Типа, нет дублирования. Вроде как. Ну и проблема, очевидно, то, что теперь у нас клиент жестко завязан на внутреннюю имплементацию системы. Соответственно, любые изменения в каких-то контрактах, добавления, изменения и так далее, удаления, они часто за собой влекли продеплоймент клиента. Практически всегда. Потому что сервисов у нас много, API часто меняется и приходилось в доплеечке постоянно. Окей. Ну, мы, как бы, по сути, разобрались условно со всеми проблемами и у нас есть какие-то итоги. Итоги, вот, ну, появились какие-то положительные стороны, но, собственно, осталось много отрицательных. Первая положительная система, что... Система. Первый положительный итог — это то, что теперь у нас все-таки уменьшился пара входа в систему, все-таки теперь у нас есть много маленьких веб-приложений, много микросервисов, и новым людям можно дать один микросервис, и он, человек новый, будет в нем разбираться. Это, наверное, проще, чем в Monolith. Но ровно до того момента, как он доходит до огромной базы, там начинаются проблемы. Ровно до того момента, как он доходит до изучения вот этих зашаренных фреймворков, там тоже решается проблема, потому что там огромная кодовая база по факту. Вот. Мы научились частично скелить нашу систему, так как теперь сервисов много, их можно положить на разные тачки, их можно load-balancing, как бы и все хорошо, и у нас появились частичные отказы. Так как процессов теперь много, и любые проблемы, они ведут к недоступности только части системы, и если эта часть не важна, то в теории у нас система может продолжать работать. Вот. Но осталось много проблем. Первое – это общая база, которая осталась огромным буттлнеком, и любые проблемы в ней приводили к проблемам вообще во всем приложении. Второе – это то, что у нас остались shared-либы, и любые баги, ошибки в этих либах распространялись у нас на все микросервисы, любые изменения ввлекли за собой redeployment, и это реально было проблемой. у нас остались коммуникации по HTTP, которые порождают те самые цепочки вызовов, которые очень плохо по перформансу, и тоже каплят нашу систему только на уровне сети, и у нас осталась сильная завязанность клиента на внутреннюю имплементацию системы. И вообще, собственно, да, вот так у нас все получилось, такие преимущественные достатки. Ну и вообще, поскольку мы это сделали, у меня возникла такая мысль, что вот некоторые системы, которые родились монолитами, они, в принципе, никогда не задумывались и не могут быть микросервисными. Опыт подсказывает, что, ну, это практически невозможно так переписать монолитную систему, чтобы она стала микросервисной и не нарушала никаких паттернов. В микросервисной архитектуре в чем была наша проблема? В том, что, первое, мы просто следовали моде, который, заказчик следовал моде, и мы не смогли его переубедить. И вторая проблема в том, что вместо ресурша, инвестигейта по переделкам вообще нужно было понять, сколько бы это времени у нас заняло и возможно ли это вообще. Вместо этого мы подготовили прототип, который просто был вот примерно такой же уродливой системой, которая была как-то похожа на микросервис. А для заказчика прототип это уже как бы это красная тряпка и триггер. То есть для него прототип это уже 90% готовой работы и он говорит, давайте продолжайте, ребята, все будет хорошо. Мы сделаем нашу систему еще лучше, что получается не всегда. И вообще я считаю, что глупо закладываться на какое-то будущее, когда мы строим монолитную систему, глупо закладываться на изменение архитектуры в будущем. Глупо использовать DDD без надобности и наличие экспертов и какого-то опыта работы с DDD только ради того, чтобы в будущем выделять микросервис для каждого повода контекста. По-хорошему, система, которая родилась монолитом, система, которая писала с 10 лет назад, когда про микросервисы вообще мало кто слышал, она должна ими умереть. И соответственно, когда начинаются такие переделки, у нас получается что-то типа такого. То есть у нас есть огромная красивая монолитная система, которая немножко уродливая, но она как бы выполняет свою работу и приносит деньги заказчику. Мы пытаемся переписать ее вот такую красивую микросервисную, но в итоге у нас получается что-то промежуточное, что-то еще более уродливое, которое содержит недостатки и микросервисных, и монолитных архитектур. Вот, у меня все. Если есть вопросы, время еще вроде есть, я здорово с ним ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ